Чрезвычайная ситуация оспа-обезьян. Вероятность того, что носитель оспа-обезьян передаст свое заболевание, в том числе ребенку, она была не нулевая, люди общаются с другими людьми. Труд ученого – достояние всего человечества. Знание – сила. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Алина Красильникова. 1 августа в Министерстве промышленности и торговли России прошло рабочее совещание с представителями российских вузов под руководством заместителя главы ведомства Алексея Ученого. Мероприятие прошло в смешанном формате. В совещании принял участие исполняющий обязанности ректора Казанского федерального университета Дмитрий Таюрский. Обсуждался вопрос, касающийся модернизации системы подготовки высококвалифицированных кадров для отечественной промышленности в рамках основных направлений экономической политики Российской Федерации. Заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Ученов обратился к представителям высшей школы с просьбой подготовить перечень предложений по данному вопросу. Самые эффективные решения ведомство готово рассмотреть и оказать вузам всяческую поддержку в реализации. В Калифорнии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки оспы обезьян. Ждет ли это Россия? Узнаете далее в сюжете. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил режим чрезвычайной ситуации в штате Калифорнии из-за вспышки оспы обезьян. Штат уже получил более 61 тысячи доз вакцины от оспы, но этого оказалось недостаточно. Поэтому власти пообещали сотрудничать с федеральным правительством, чтобы обеспечить доступ к большему количеству доз. Стоит отметить, что вирус начал набирать популярность на мировой арене в мае 2022 года. Так и в России появились первые случаи заражений. Чаще всего это были люди, вернувшиеся из поездки по странам Европы и обратившиеся в медицинское учреждение с характерными симптомами. На самом деле название оспы обезьян не очень удачное, потому что в первую очередь это вирус грызунов. И уже и человек, и обезьяны заражаются от разнообразных грызунов. Он сейчас проходит период адаптации к человеку и, собственно говоря, переносится с одного человека уже на другого. То есть тут в данном случае грызун, как объект переноса этого вируса из живой природы к человеку, уже и не нужен. Этот вирус уже между людьми распространяется, но, к счастью, не очень хорошо. То есть коэффициент репродукции этого вируса значительно меньше, чем, например, у коронавируса или там вируса гриппа. Оспы обезьян – это редкая вирусная инфекция, которая передается между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель. Однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Тяжелые случаи болезни обычно возникают у детей и связаны с продолжительностью контакта с вирусом, состоянием здоровья пациента и природой осложнений. Вероятность того, что носитель оспы обезьян передаст свое заболевание, в том числе ребенку, она была не нулевая. Люди общаются с другими людьми и достаточно близко это вообще не может происходить. Поэтому это могло произойти и произошло. Да, действительно, теперь мы знаем, что оспы обезьян у детей тоже бывает. Более того, я вам скажу, есть уже работы, которые оценивают эффективность вакцинации, распространение оспы обезьян у беременных, например. То есть у самых разных групп населения это заболевание может возникнуть, если они контактировали с больным человеком. Количество случаев заражения оспы обезьян в мире превысило отметки в 20 тысяч. Они зафиксированы более чем в 70 странах. Не исключено, что в России тоже произойдет рост заболеваний. На этот случай для профилактики оспы обезьян уже одобрена двухдозовая вакцина на основе модифицированного вируса коровьей оспы. Алина Красильникова, Александр Кузнецов, Универньюз. Ученые редко рассказывают о своих открытиях и успехах, ведь они заняты серьезной наукой и им не до этого. Максим Пудовкин – научный сотрудник Института физики Казанского федерального университета, который стал победителем конкурса Российского научного фонда проведения инициативных исследований молодыми учеными. О реализуемом проекте подробнее в сюжете. Молодой ученый Казанского федерального университета разрабатывает новые температурные сенсоры для медицины и промышленности. Максим Пудовкин представил проект. Исследование физических основ функционирования люминесцентных температурных сенсоров на основе нано- и микрочастиц фторидов, активированных ионами редкоземельных элементов с целью получения сенсоров с максимальными характеристиками. В конкурсе Российского научного фонда проведение инициативных исследований молодыми учеными. Максим стал победителем и обладателем гранта, необходимого для дальнейшей реализации проекта. Это все нужно в первую очередь для промышленности, потому что в промышленности есть такие задачи, когда нужно померить температуру, например, какого-то очень маленького объекта. Это микросхема или транзистор. Тогда, соответственно, никаким градусом нельзя произвести измерение. Нужны какие-то негативационные методы, например, наночастица в контакте, у которой сигнал флуоресценции, например, цвет ее зависит от температуры. И таким образом, применяя микроскопы, применяя эти технологии, можно контролировать температуру в таком маленьком пространстве. По словам старшего научного сотрудника, для широкого класса задач, промышленных установок и медицинских целей достаточно использовать традиционные методы измерения температуры с применением ртутных или спиртовых термометров, термопар и тепловизоров. Однако в науке и промышленности существует ряд сложных задач, связанных с измерением температуры, например, очень маленьких объектов. Также актуальна задача неинвазивного измерения температуры и визуализации температурных полей с высоким пространственным разрешением. Для таких целей и актуально применение люминесцентных температурных сенсоров. Сейчас, по сути, мы будем смотреть, что такое люминесценция с помощью нашего лазера. То есть, это, в принципе, очень уникальная установка. Она способна генерить в ультрафиолете, в видимом диапазоне, в прекрасном диапазоне. Это очень такая многогранная вещь. Здесь наш кристалл находится, если, может, кто-то слышал, из такой литий-итрий в ТОР-4 и два иван-активатора. Это диспризий и тербий. И он светится под действием ультрафиолетов излучения. То есть, видно, что мы не видим ультрафиолет глазом, но так как он попадает на кристалл и он его переизлучает люминесценцию, вот мы видим интересное такое свечение. Как раз его можно визуализировать. То есть, по большому счету, ученому этот свет ничего не говорит. Это просто красивая картинка. Но если мы поднесем световод и у нас в пачке со спектрометром, ну и с монитором, то можем увидеть, как вот здесь на мониторе появляется картинка полусульминесценции, интенсивность от длины волны. То есть, таким образом, мы изучаем, как вот эти свойства, и не только они, а зависят от температуры. Победитель конкурса также подчеркнул, что рецензентам Российского научного фонда в представленном проекте особенно понравилось наличие серьезного научно-технического задела, публикации на исследование. Также эксперты отметили актуальность выбранной тематики и способы привнесения новых алгоритмов для реализации задач. Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Универньюс. 3 августа в 6 часов вечера в Казанском федеральном университете заканчивается прием заявлений на зачисление и оригиналов документов об образовании. Об этом сообщил ответственный секретарь приемной комиссии Александр Бибик. Он также отметил, что абитуриентам, подавшим документы через портал госуслуги, на данный момент достаточно предоставить только заявление о согласии на зачисление в ВУЗ. Оригиналы документов можно будет донести в течение учебного года. Приказ о зачислении на основные бюджетные места в КФУ будет опубликован 9 августа. 20 декабря 2021 года в КСК КФУ Уник состоялось торжественное открытие новой мультимедийной студии «Электория Российского общества знания». Смотрим. Российское общество знания теперь и в Казани. В КСК КФУ Уникс открылась мультимедийная студия «Электория». На торжественной церемонии открытия выступили ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафоров. Я очень благодарен, что в качестве этой площадки была выбрана наша территория Казанского университета. Мы уже имеем опыт совместной плодотворной работы. И я надеюсь, сегодня стартовав, эта площадка никогда не будет пустовать. Генеральный директор Российского общества знания Максим Древаль. Рад вас приветствовать на открытии этой новой мультимедийной студии «Электория» в городе Казань. Это наша третья студия. В Москве открылась летом. Совсем недавно мы открыли двери нашей студии в Сочи. И я очень рад, что в числе первых открывается студия в Казани. Заместитель министра по делам молодежи Республики Татарстан Софья Мустафина и другие приглашенные лица. Я вас поздравляю, желаю вам больших успехов, желаю вам участия здесь на постоянной основе. И не только в качестве слушателя, но еще и в качестве в дальнейшем, я надеюсь, в качестве лектора. Пользуясь случаем, генеральный директор Российского общества знаний вручил ректору Казанского университета диплом. Далее участники перерезали торжественную ленточку в честь открытия новой студии. Студия «Электория» начала свою работу с просветительского мероприятия «Марафон открытий». В рамках которого состоялись три панельные дискуссии. Мы, может быть, еще даже насчет какого-нибудь маленькой студии еще и здесь можем поговорить, в Казанской Федерации. Мы говорили сейчас о территории нашей обсерватории, где открывается центр изучения дальнего и ближнего космоса. Поэтому мы с Иваном уже ездили, смотрели эту площадку, и мы готовы. Спикеры также поделились успешными кейсами с запуском IT-стартапов. Поговорили об инновациях в сфере образования. Вот эти студии, которые мы создаем по всей стране, студии «Электория», мультимедийные центры, это способ как раз-таки с одной стороны сделать более доступным знания на местах в каждом уголке нашей страны, и с другой стороны дотянуться до самых интересных подающихся лекторов и дать им некий такой социальный лифт, трамплин на федеральный масштаб. Наш университет, он и по своей миссии, он должен заниматься кроме науки, образованием, в том числе и просветительством. Причем эта функция заложена с самого начала, до основания университета в 1804 году еще. Казань уже в третий раз становится площадкой для просветительских мероприятий общества знания. Ранее трансляции майских и сентябрьских марафонов нового знания набрали более 200 миллионов просмотров. Елизавета Никитина, Фариза Хитаглы, Универньюс. Представители кафедры природообустройства и водопользования Института управления экономики и финансов Казанского федерального университета приняли участие в экспедиции «Плавучий университет Волжского бассейна-2022». Рейс с продолжительностью 9 дней проходил в этом году по маршруту Нижний Новгород-Казань. За это время судно «Петр Андрианов» преодолело 850 километров, маломерные суда – более 350 километров. По словам Нафисы Менгадзвы, в этом году представители КФУ сосредоточили свои исследования на изучении двух участков Волги. Один из них расположен в районе острова города Свияшск, а второй – в районе Казани. Проект «Плавучий университет Волжского бассейна» учрежден в 2015 году с целью мониторинга экологического состояния Волги. С 2016 года он реализуется при грантовой поддержке русского географического общества. Собранные данные помогут ученым выявить и описать закономерности в постоянно меняющейся экосистеме Волги. На этом все. В студии была Алина Красильникова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!